Насколько я могу судить, недовольство европейцев нынешним Европарламентом, даже если скажется на ближайших выборах этого парламента, никоим образом не повлияет на реальную политику в европейских странах, поскольку ее определяет не Европарламент, да и не парламенты вообще. В общем-то уже довольно давно система власти в большей части стран, все еще почему-то именующих себя демократическими и развитыми, выстроена таким образом, что ключевые решения принимают люди никем не избираемые, просто в силу своего богатства, своих личных связей и своей способности обходить любые законодательные препятствия. Я полагаю, что большая часть того, чем сейчас недовольны рядовые граждане на Западе, вроде, например, засилия ювенальной юстиции, когда любой чиновник может вломиться в семью и отобрать детей по обвинению, высосанному из пальца. Привилегии, предоставляемые гомосексуальным связям по сравнению с нормальным браком, предназначенным для продолжения рода человеческого. Изобилие людей, сидящих на пособиях с момента рождения и до момента смерти и отсутствия всяческих попыток социализовать этих людей. Все это следствие вовсе не парламентской политики, это следствие других решений, имеющих своей целью раздробить общество, превратить его в толпу одиночек, не способных координировать свои усилия, а потому не способных защитить свои права от реальных владельцев жизни, от всяческих миллиардеров и воля Европарламента, это всего лишь оформление воли тех, кто финансирует избрание европарламентариев.